Страна 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 Продолжение следует... 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 Поехали! Господи! 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 Ты не хотел отвечать, тем хуже для тебя. Я поручаю тебя ему. Он будет добиваться. Hello, Jungs! Alles in Ordnung? Jetzt mal was zu fressen hier! Bitte, Platz zu nehmen! Herr Обезлеutnant, hat diese Dame mir übergeben. Und ihr könnt beruhigt sein. Ich werde dir schon Maß nehmen. Gebt mal was zu saufen. Das wird richtige Schwerarbeit. Ха-ха-ха! He-He-He-He! Schrenk! Fitch! You! Не гляди туда, не гляди, ровненькая. Малышка! Не гляди туда, не гляди, ровненькая. Малышка! Швайб, пиши! На обизду! Кто ти со Швайбом? Кто ти? Кто? Кто ти? Кто ти? Кто ти? КОНЕЦ 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 Зои один год. А все-таки интересно, что ждет ее впереди? Не знаю. Только мне очень хочется, чтобы она была счастлива. Ну что ж, надо сделать все, что в наших силах, для того, чтобы было так. И пошел он дальше. Идет, идет по русской земле, идет счастье не ущет. Вдруг, откуда ни возьмись, навстречу ему девица-красавица Василиса Примитова. Ты куда, говорит Саванцаревич, идешь? Счастье иду свое искать. А какое такое твое счастье? А счастье мне одно. Где дороги нет, там дорогу найти. У кого силы нет, там храбрости взять. У кого памяти нет, о правде напомнить. Ничего она ему на это не сказала, взяла его за руку и пошли они рядом. Только знала баба-яга, что они за счастье не думают. Да как-то кричит. Я, баба-яга, костяное на то, кто бы милый не прошел, попадет ко мне в котел. Стуки села, по лугу скачет, местной след заметает. А вот сейчас я тебе съем. А я тебя не боюсь. О, не ешь, мол, к нашу дочку. Лучше я тебе сейчас обед подогрею. Ну, что я тебе принес? Что я тебе принес? Что? На, смотри картинки. Только черни пачкать. А то придет волк и вправду съест тебя. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Мам! Мам! Папа! Ну, конечно. Все ушли и опять меня заберут. Ну, это ничего. Надо только не вертеться, сложить руки на животе, крепко зажмуриться, и тогда сразу заснешь. Вот так. Все равно не боюсь. Это мышь. Ой, что это? Кто-то под стол полез. Ой, как страшно. Нет, это мне показалось. Ничего страшного нет. И не очень темно. Я даже могу встать и зажечь свет. Вот встану и пойду. Ну, это ничего. Это я наткнулась на стул. А скоро будет стол. Вот. Лампа. Ну вот, я и не испугалась. Теперь надо только смотреть под стол. Ну, там, конечно, никого нет. Ой. Так ведь это же киса от верхних жильцов. Здравствуй, киса. А я тебя сначала испугалась. На, кошка, кошка. Кок, прыг, скок, прыг, скок. Ей настречу колобок. Прыг, скок, прыг, скок. Испугалась я медведя. Прыг, скок, прыг, скок. Это кошка от соседей, прыг, скок, прыг, скок. КОНЕЦ Ах, здравствуют бойцы пятилетки! Да здравствует Первая Майя! Все в порядке. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Садитесь. Ну вот, ребята, я привела вам новенькую. Ее зовут Зоя. Куда бы нам ее посадить? Смотрите, пожалуйста. Боря Фомин, кажется, сегодня в печальном одиночестве. Ну-ка, Зоя, иди, садись пока с ней. Как хотите, Анна Сергеевна, а я девчонку к себе не пущу. То есть, как это не пущусь? Вот еще. А что я такого сделал, чтобы сидеть с девчонкой? Что же, по-моему, сидеть с девочкой это наказание? Не наказание, а хуже. Ее только троню, она сразу и запищит. Подвинься, мальчик. Ну вот еще, подвинься. Мальчик, подвинься. Подвинься. Ну вот и отлично. Итак, ребята, сегодня мы снова займемся родным языком. Разберем для начала... Теперь вычти 18. Прибавь 4. Хорошо. Садись на место. Лепестки, ребята, образуют венчик. Заглянем теперь внутрь цветка. Так вот, ребята. Все, что красное, это наша страна. Она занимает одну шестую часть мира. Ира. Уж я три гостей, газила. Уж я три гостей, газила. Уж я три гостей, газила. Ради гостя. Субтитры делал DimaTorzok 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 Девочки! Девочка! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девочки! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Иди. Ну, о чем сегодня? Не понимаю, мамуська. Они умерли. Значит, их нет. А их наградили. Ну, как можно наградить тех, кого нет? Ты вот о чем. Видишь, девочка, они герои. Они поднялись в небо так высоко, когда о них еще никто никогда не поднимался. И вот пройдет много лет, а люди все равно будут о них помнить, так, как будто бы они жили. Ну, вот ты. Скоро позабудешь их? Нет. Наверное, совсем не забуду. Ну, вот видишь, значит, они все-таки есть? Понимаю. Тех, кого не забывают, они живы. Мамуська, а что такое герой? Я знаю, но только не совсем. Герой? Герой это тот, кто всегда смел. Кто не боится даже умереть, чтобы сделать других счастливыми. Понимаешь? А что означает галстук на твоей груди и почему он красный? Галстук на нашей груди пропитан кровью сотен и тысяч борцов. Вот почему он красный. Им надо дрожить, как частицы великого красного знамени. А что означает серп и молот на твоем значке? Это пионер носит родину на своей груди. За дело Ленина. Будь готова. Всегда готова. Субтитры создавал DimaTorzok Подвинься. А помнишь, как я тебя на парк не хотел пускать? Ага. Ну, а все от того, что ты неправильно выкрыла. Надо было вперед поднять, а кокетку выпустить. Вы о чем, девочки? О чем, о чем? Не о чем, о чем. Мы вот думаем, почему сегодня все говорят с Новым годом, с новым счастьем. И никак не можем догадаться. А ведь, Ветрая, разве счастье обязательно должно быть новым? Ну уж вечно ты, Ворька, своими умными вопросами. А скажите, пожалуйста, почему дважды два, четыре? Да, и заодно ответьте, правда ли, что молка спадает подпись в себя море. Нет, девочки, это глупость. Я серьезно. Ну вот, ребята, кто мне скажет, что такое счастье? Ну, вот сказали, что... Все им счастливы. А вот дайте Зинке такое сладкое, чтобы жевать, жевать. Оно все целенькое, все не кончается, она и будет счастлива. Вольно надо мне твое сладкое. Нет, ребята, счастье, это когда ждешь чего-то хорошего. Ну, вроде подарка. И знаешь, что непременно будет. Только точно не знаешь, когда будет, что будет. Знаешь, не знаешь, будет, не будет. А по-моему, счастье, это будет таким, как папка качает. По-моему, придумать такой аппарат, чтобы нажмешь кнопочку, и каждый от вас желание исполнялся. Ой, кромки, молоточки, молоточки. А по-моему, вот если Спартак наклепает опять Динамо, вот это и будет самое настоящее счастье. Вот так. О, вот это счастье. Запутались, факт запутались. Что такое счастье и какое такое счастье? Запутались. Просто все хотят быть счастливыми, но каждый по-своему. А все потому, ребята, что человек создан для счастья, как птица для полета. Ой, мы птички. Ребята, что вы здесь сидите? А где там с того? Сидим Симонич, на радио сидим. Заяц. Почему Заяц? Потому что Зойка, Зойка, Зайка, а Зайка, Заяц. Здравствуй. Здравствуй. Полегче. Ой, простите. Знаешь что, Заяц, пойдем в наш класс. Зачем? Мне нужно сказать, что это очень важно. А на самом деле, Заяц, ты мне нравишься больше всех. Я давно тебе хочу сказать, давай дружить. Давай. Только не так просто дружить, а по-настоящему. А как по-твоему надо, что по-настоящему? Клади свою лапу сверху. Ну вот, даю тебе слово, что с этого дня и с этого часа мы с тобой друзья насовсем. А теперь прибавь, что хочешь, я для тебя все сделаю. И что бы ни было плохого и хорошего, все теперь должно быть у нас напополам. Ладно. И мы во всем должны помогать друг другу. Помогать? И никогда друг другу не врать. Конечно. Если кто-нибудь, вот все равно кто, скажет по тебя или про меня плохое, то мы обязательно должны заступиться. Но я за тебя кого хочешь поколочу. Мы никогда ничего не будем скрывать друг от друга. Я тебя могу, когда захочу спросить. Ты о чем сейчас думаешь? И ты должен ответить сразу и только правду. Но ты уж это чересчур. А по-моему, ты есть настоящий друг. Знаешь, зайчик, давай так. Если я тебе сразу не смогу ответить, ну никак не смогу. Я тебе сам скажу, честно. И тогда уж чур не приставать. Идет? Кто здесь? Это мы, Анна Сергеевна. Ах, это ты, ребята. Чего сюда забрались? Борис, тебя давно уже ищут. К тебе пришел отец. Отец? А где он? Он ждет тебя внизу, в раздевалке. Что это ему вдруг вздуматься? Я пойду. Ничего, девочка. Не правда ли, какой сегодня хороший вечер? Очень хороший. Сюда, ребята, сюда. Внимание! До Нового года осталось 30 секунд. Зачем тебе приходил отец? Он уезжает. Куда? Заяц, я знаю, что мы ничего не должны скрывать друг от друга. Но это не моя тайна. Понимаешь? Хорошо, хорошо. Молчи. И, пожалуйста, прости. Ну, что ты, зайчик? Тише! С Новым годом, товарищи! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Следующий сбор отряда будет 18-го. А сейчас можете идти по домам. Да, девочка, теперь они жгут города. Поставь карты в угол. Так, что же мы будем читать теперь? Я пока ничего не возьму, Михаля Яковлевич. Мне не хочется читать. Я не могу. Что-что? Михаля Яковлевич, миленька, я не понимаю. Ну как можно терпеть такое дальше? Ну как можно терпеть, что на земле есть фашисты? Яковлевич, миленька, я не знаю, что на земле есть фашисты. Понимаю. Ох, как я тебя понимаю, девочка. Самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное мелочное прошлое. И чтобы, умирая, смог сказать. Вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире. В борьбе за освобождение человечества. Ну вот видите, почему Павка мог... Нет, правда, Михаля Яковлевич, в такое время быть школьницей и девчонкой, я просто не знаю, что это за несчастье такое. Фу-фу-фу-фу, всему свое время. Всему свое время. Зло не может долго торжествовать. И, конечно, нам с тобой предстоит борьба. И, конечно же, мы победим. Нет, имеем право не победить. Что случилось? 16 часов 30 минут. По Гринвичу. В Америке. На аэродроме Баракс. Сел Чкалов. Сел. 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 И вот, чужеземцы овладевают Москвой. Чужеземцы рпут на части русскую землю. Что? Можно мне съесть, Михал Яковлевич? Я опоздал. Садись, садись. Вww. И все же последовало спасение. Вторжение иноземцев объединило русский народ единой волей их изгнали. И народ от мала до велика поднялся на решительную и смертную борьбу. Вот почему в нашей отечественной истории эпоха смутного времени есть действительно великая эпоха. Вы, конечно, знаете, ребята, о Минине и Пожарской. Так вот, не только вожди народные, но и самые простые, безвестные люди показывали чудеса самоотверженности в чудесах хабрости. Так вот, ну-ка, 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 Зоя. Что ты знаешь о подвиге Ивана Сусанина? Ну-ну. Сусанин был простой крестьянин. Он был крепостным. Он жил в деревне Домнино, недалеко от Костромы. Там очень густые леса и мало дорог. Так, рассказывай дальше. Однажды к нему постучали. Он открыл дверь, а там были враги. Их было очень много, целый отряд. Они шли на Москву, но они не знали дороги и стали грозить ему и требовать, чтобы он их провел. Ну, и он пошел с ними. Они целый день шли лесом. Потом наступила ночь. Повалил густой снег. Но Сусанин вел их все дальше и дальше. А лес становился все глуше, так что еле можно было пройти. И тогда Сусанин сказал им всю правду, что он их нарочно завел и что теперь они не выберутся отсюда. В предании сказано. Его пытали великими пытками, мучили и краили из спины ремни, но он в те поры ничего не сказал. Молодец, господин Янский. Ну, а дальше, дальше я знаю стихи. Это Рылеев. Можно я прочту? Читай, читай. Предателя мнили во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земле. В ней каждая отчизна с младенчества любит и душу изменой свою не погубит. Кто русской по сердцу, тот гордо и смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь, не дрогнув умру за родимую Русь. Смех чистый, чистейшая кровь обогрела. Что случилось, Борис? У меня убили в Испании отца, ребята. Ой, заяц! Ничего, ничего, дети мои. Ничего. Ничего, дети мои. Ну, вот ты и комсомолка. Поздравляю. Спасибо. Ты лучше скажи, устав хорошо знаешь? Хорошо. Ну, вот что ты считаешь самым важным в уставе? Комсомолец обязан быть беззаветно преданным Родине и быть готовым отдать до нее все свои силы. А если понадобится, и жить. Так, к этому мы все должны быть готовы. И всегда. Ну, вот сейчас. Сейчас ты пойдешь домой, будешь на керосинке греть ужин, завтра пойдешь в школу, потом надо будет учить уроки, все пойдет как обычно. А вот здесь, в уставе, посмотри-ка. Вот. Всего через раз, две, три, четыре. Четыре строчки. Аккуратно посещать комсомольские собрания, быстро и точно выполнять задания организации. Ну? Ну, как ты на это? Так ведь все это само собой разумеется. Ага. Само собой разумеется. Ну, правильно. Все это само собой разумеется. Правильно. Вади-ка сюда. Посмотри. Ну, что ты там видишь? Ничего. Ничего. А звезды? Ой, верно. И какие яркие сегодня. А вот сначала ты их и не заметила. Потому что звезды, они тоже. Само собой разумеется. Много есть на свете такого, что само собой разумеется. Секретарь, который получает, ну, вот вроде меня, собраний, нагрузки, выпуски на газеты, учиться на отлично. И слова-то все какие-то скучные, обыкновенные. И все это само собой разумеется. Я понимаю. Знаете, товарищ Шилов, я сама уже думала об этом. Это про географию. Про какую географию? А вот я как-то смотрела на карту и вдруг подумала, что вот черные колени – это река, а вот коричневая краска – это горы, а вот звездочка – это Москва. И я подумала, что вот если так просто смотреть на карту, то увидишь только какие-то черточки, полоски, точки. А вот если по-настоящему посмотреть, ты представишь себя сразу, какая река длинная и широкая, и как быстро течет вода, и как туман подымается, и как на горах тает снег, и как в Москве где-то часы на башне. Да-да, это верно. Очень трудно увидеть то, что уже давно само собой разумеется. Но уж зато, если увидишь, то самая обыкновенная, самая, казалось бы, на первый взгляд, будничная жизнь, она засверкает. Вот как эти звезды, которые ты сначала изволила не заметить. Это верно. У тебя, Верка, какой номер билета? На, смотри сама. Смотри, пожалуйста. Всего на три номера разница. Ну да, в середине еще я, и, кажется, Борис еще. А Петька уже потом. Чего Петька потом? Обиделся. Да нет же, мы просто говорили о том, что вас при в классе почти все комсомольцы. Прямо не понимаю, ну что она там так долго? А ты не беспокойся, не съедят твою Зойку. До свидания, Космодельнянская. До свидания, товарищ Шилов. А мы уж решили, что ты пропала. Что-то так долго. Ну как? Поздравить можно? Ну уж это. Само собой, разумеется. Шагай вперед, комсомольское племя, шути и пой, что улыбки цвели. Мы повторяем пространство и время, мы молодые хозяева земли. Раз, два, три. Единогласно. Зойка, ты группорк, моляй тронную речь. Так вот, у меня есть такие предложения. Ой, вы только посмотрите, она мне полетала и запись. Я не буду ногу проверять, что нужно лечить из-за вязки. Зойка, Зойка, ты просто с ума сошла. С ума с петелом? А вы испугались. А по маму зовут правильно, 20-х странах. Или это птицентрикума. Конечно. Если мне стенка седу, то пускай селку тоже. У нас трях, а я стрить не умею. Да иди сядь на место, что ты говоришь. Вот, детьки-то хорошо, он своей физкультурой всех удивит. А то кого мне-то трех, подумаешь, какая я санитарка? Постойте, ребята, постойте. А форька-то со старухами. А, Б, Б. Я только боюсь, Зойка. А вдруг я не сплавлюсь? У меня и так по истории не ухты, мама больна. Да ты всегда боишься. Вот и... Не знаю, как все, а я за себя отвечаю. Не отвечай. Это нехорошо, ребята. Шумим, трепемся. А лучше браться за то, что наверняка можно успеть. А то потом разговоров не берешься. Нахвастались, засыпались, не выполнили. Кому это надо? На бумаге-то все можно написать. Правильно, конечно. Знаешь, Леша, я недавно была в музее Ленина. И там есть день Ильича. Что он за один обыкновенный день сделал? Так вот, я стала считать, вышло сорок одно дело. И какие все дела? Так ведь то Ленин. Ну да. А мы ленинский комсомол. Стой! Порядок, Борька! В десятку попал! Посмотрите, Мьянская, на линию огня. Спокойно, Космогенианская, спокойно. Целься точнее. Тверже рука. Опять? Кто тебе позволил заниматься футболом? За 10 дней 5 стекол. По-твоему, это физкультура? Понимаешь, все это беленький из первого А. Я его в ворота, а он из ворот. Я его снова, а он... Да никого не пройдя, не пройдя. Уходи! Уходи! Ну чего ты хуянишь? Воображала такие. В класс не пускают. Ногти у меня для них недостаточно чистые. А ну покажите. Земелюшка, чернозем. Так ведь это же масло, понимаете, машинное. Это не отмывается. Мы с Семкой модель в техническом собираем. Придется пропустить, девочки. Грязь-то трудовая. Грязь-то трудовая. Проходи. Ну понимаешь, корень в квадрате. Его надо извлечь, а х мы выносим. Ничего, ничего не понимаю. Вот неспособная по математике. Вот неспособная и все. Если бы тебе половину моих способностей по математике, а мне твоих по литературе бы. Кстати, как у тебя дела с ликбезом? А что ликбез? Ничего, ликбез, успевают старушки. А ты каждый четверг ходишь? Не пропускаешь? Ну вот привязалась. Ну хожу, само собой разумеется. Скорого там? Зойка, ты должна мне еще по хронологии помочь. А то все время путаюсь. Какой царь? Когда? Ну давай, давай, ладно. Ну смотри, значит извлекаем корень. Вам чего? Здесь сегодня должны заниматься. Я из 201-й школы. Чем за ним? Как в чем? Мы послали к вам одного нашего комсомольца. Ликвидировать неграмотность. А, постой, постой, такой белобрысенький. Ну да, Фомин. А, так он уже давно ликвидировал. Как? Да так, два раза был, а больше мы его не видали. Видите ли, он заболел. Заболел? Ну да, заболел. И теперь буду заниматься я. Вы кто? Управдом. Так вы, товарищ Управдом, я вас очень прошу к следующему четвергу оповестите всех неграмотных. Прямо не знаю. Сколько раз я их собирала, а теперь они всякое доверие потеряли. Я, конечно, виноват. Я это сознаю. Но дело было так. Мы с Петькой Васильевым стали строить буер. Буер? Ну да, буер. К зиме на химках. Ну и очень увлеклись. Ну просто у меня не хватало на все времени. Ну а тут старуха одна сказала, что ей в могилу пора не учиться. Ну вот я и... Ну, в общем, все. Так, ладно. Ну а что скажет группорк? Фомин не выполнил взятых на себя обязательств. Кроме того, он комсомолец, поступил нечестно, соврал. Я предлагаю дать ему выговор. Строгий. Зоя, ты пойдешь с нами? Нет, мне не хочется, девочка. Зайчик, постой. Я с тобой не разговариваю. Уйди. Ну, почему, Зайчик? Ну ведь я же уже получил с Трогача. Теперь уже все в порядке. Пойми, ты мне больше не друг. Понимаешь? Не друг. Ну, как не друг? Нет. Ну, как ты мог? Как ты мог врать, глядя мне прямо в глаза? Ну, Заяц, я же тебе не как другу соврал, а как группоргу. Ведь мы же по комсомольской линии поссорились. А по-другому? Боже мой. Что ты за чушь порешь? Что ты несешь? Я вижу, нам действительно не о чем разговаривать. И, пожалуйста, я тебя очень прошу, больше ко мне не приставай. Ладно. Собственно, куда вы торопитесь? Как куда? На ликбез? По-моему, это не входит в ваши обязанности. Можете отправляться домой. Сынок! А, сынок? Что, бабушка? Что-то у меня рука дрожит. А вы не нажимайте так, бабушка. Не нажимайте. А палочки выводите попрямее. Вот. Ну, по-моему, эти порядки очень простые. Можете, чем короткие щипать. Ой, девочки, только если все это на самом деле будет, я крови видеть не могу. Мне сразу нехорошо делается. Зоя, мне нужно поговорить с тобой. Девочки, я вообще загоню. Разговор будет очень серьезный. Говори. Так вот. Я хочу тебе сказать... Хочешь сказать, а молчишь? Одним словом, я тебя очень прошу, Заяц. Давай помиримся. Идет? И, знаешь, все последнее время я хожу такая счастливая. Такая счастливая. И все у меня это сразу выходит. И дом, и уроки. И с мамой мы как-то по-особенному дружим. И все время столько мыслей приходит в голову. То я мечтаю, как я буду писательницей. А то мне кажется, что самое большое счастье, это быть учительницей. А то еще и еще. И так все это хорошо, что иногда я сама себя останавливаю. Зойка, а не слишком ли это безмятежно у тебя получается? Ведь уже во всем мире война. И, конечно, нам тоже предстоит прояваться. Но, знаешь, тогда я вспоминаю всю нашу жизнь. Все, что я своими глазами видела. Вот я уверена, что именно нам, именно нашей стране, предстоит совершить такое, какого еще никогда не бывало. Ну, это ничего, что мы росли счастливыми. И что герои наши добрые. И подвиги тоже добрые. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Тебе не кажется, что все это слова, которые я всегда просто так говорила? Ну, что все это само собой разумеется? Очень хорошо понимаю, зайчик. Только я меньше рассуждаю, чем ты. По-моему, если надо будет воевать, то и будем воевать. Ну, а уж если будем воевать... То само собой разумеется. Победи. 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 Посторонно. Михаил Яковлевич. Что с вами, Михаил Яковлевич? Катюшка, беги скорее за доктором. Нет, нет, не надо. Меня оглушило немного. Ну вот, дети мои, они добрались до наших книг. Ну ничего, да помогите мне встать. Ничего, мы не позволим им, мы уничтожим их. От них не останется даже следа. Я это знаю, я, я старый вилин, дети мои. Ну, войдите, войдите, ребята. Я вас сначала не знаю. Вспомнитесь, Заяц, мы только на минуту. Только простите и все. Ты почему ты раньше мне ничего не сказал? Ну, понимаешь, Заяц, мы с Петькой боялись, что у нас ничего не выйдет. Ну, что помешает возраст. Ну и не хотели раньше времени болтать. Нас даже сначала и слушать не хотели. Ну, мы им там уже все доказали. Мы, Зоя, такую бузу заварили. В общем, нас приняли в школу. И я буду танкистом. Как отец. Понимаешь, Заяц? Как отец. Ты понимаешь, Занька, сначала у нас ничего не выходило. Ну, а потом, когда уже получилось, ну, как всегда бывает, вдруг все сразу. Ну, и сразу вот оформили. И сразу нужно отправляться из Москвы черти куда. И мы еле-еле успели забежать к тебе. Ну, вот и все. В грозные дни, когда враг подступал к Москве, в колпачном переулке у здания Московского комитета комсомола день и ночь толпились тысячи комсомольцев. Они хотели только одного. Защищать Москву. Куда ж, Кет? А я не Шкет. Я старый пионер. Эй, Трехгорка, не отставай. Комсомол доверят вам защиту нашей великой солиды. Так не видать же, товарищи, немцу нашей Москвы, как и шею в руках, не топчать немецкому сапогу наших гвоздовых. Помните, постоянно помните, вы из Москвы. Вы комсомольцы Москвы. Пусть же ваши боевые дела будут достойны высокого звания комсомольцев Москвы. За Родину, товарищи! Ура! Из лучших отбирали лучших, создавали из них отряды. Многие уходили в партизаны, и все они покрыли неувидаемой славой воевое знамя ленинского комсомола. Пришла? Само собой, разумеется. Пришла. Это ты, Зоя? Я мамочка. А я беспокоилась. Тревога за тревогой, а тебя все нет. Ты что-то постригусь по-новому. Совсем как мальчишка. Мамочка, я ухожу на фронт. На фронт? Как на фронт? Да, мамочка, в тыл к немцам, партизаны. Ой, Зояка. И, мамочка, у меня на сборы всего три часа. Мамочка, мамуська, ну не надо, ну не горюй, милая моя. Ну ты же понимаешь, мамочка, ну я, я не могу иначе. Мамочка, Зоя, ну мам, пойми, мамочка, все уже решено. Вспомни сама, почему ты всегда меня учила. Мам, я не могу быть другой. Да, ты не можешь быть другой. Спасибо, мамочка. Мамочка. Иди сюда. Я вот что-то не помню. Почему это сохранялся? Ты не знаешь? Вспомнила. Ты была маленькая, а папа пришел с работы, а я тебе рассказывала сказку. Это было совсем недавно. А теперь его взорвали. Да. Мы строили его для вас. Отдавали последнее. Не спали ночей. Радовались. Вы строили? А мы росли вместе с ним. Все равно мы уже не сможем жить без него. Мамочка. Субтитры создавал DimaTorzok. Вы же свободное. КОНЕЦ КОНЕЦ ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Русь, вставайся! Аааа! А наауха! Спасибо, Танюш. Вот выручила. Я не Таня, я Зоя. Вот и. Прости, пожалуйста. Понимаешь, есть у меня в Москве девчонка, Танечка. Думаю я, что каюк мне. И вдруг показалось, будто моя Татьянка шасть, и ваших нет. А это ты. Вот это как. Мы пошли, пошли. Да, хоть близко Москва, а далеко. Значит, на заслон нарвались. Да, чуть светать стало. Пришлось прямо сходить. По поводу боем пробиваться. Убитых? Нету. Раненых? Легко четверо. Да вот один без головы остался. Это как же? Да шапку я сгоряча фрицам оставил. А они вот и ржут. А ты не огорчайся, шапку как-нибудь новую и сообразим. Ну что ж, товарищи, будем вместе Москву защищать. Петров, председатель колхоза Заря, нынче командир партизан. Федоров, шарик-подшипник. Это хорошо. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Изотов, Серп и Молот. Хорошо. Семечкин, Семен. Тоже ладно. А это откуда такая взялась? Комсомол послал. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 А, Бизду... КТО ТИ? КТО? Стоять! Стоять! Это шанс, Верн. Стоять! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Слайп! Виши! Стеј ауф! КОНЕЦ 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 Слалп! Стеј ауф! Стюк, швайб! Oder... ...мал ди... ...Schnauze auf! Entweder du fliegst im Schnee, oder... ...oder... ...ich habe ganz andere fertig gemacht! Тюфель noch mal! Du denkst wohl, ...ich habe meine Zeit gestohlen. Du! 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 Даже умереть, ...чтобы сделать других счастливыми. А на самом деле, ...ты мне нравишься больше всех. Ну, ...вот ты и комсомолка. Мы уничтожим их! От них не останется даже следа! ... 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 Скажи, хорошая моя, как Москва? Хорошо, Москва. Долго ли терпеть нам муку эту? Недолго, милая? Нет, недолго. Поскорей бы. Господи! Господи! Господи, я не знаю, что это не так. Господи! 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 Что с вами поделали, посекли, поморозили, ходить бы вам по родной земле. Сколько жизни твоей не прожито, как бы мне укрыть тебя, пригреться, не пусти, доченька ты моя горькая. Как поминать тебя, я не знаю. Вспоминайте меня, Танюш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 что вы такие печальные что невесело смотрите милые вы мои все кончится хорошо обязательно хорошо а мне не страшно умирать это счастье умереть за свой народ за свою страну за правду товарищи будьте смелее боритесь с врагами бейте жгите громите фашистов все равно победа будет за нами помните нас двести миллионов прощай светлая прощайте товарищи а 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 Продолжение следует...